Своё первое в 2023 году видео я хочу начать, конечно, с поздравления с наступившим Новым Годом. Видите, я его делаю на фоне ёлочки. И сразу хочу сказать, что немножко с опозданием хочу осветить не раз уже, об этом говорилось на канале, везде вы слышали и читали, тему принятия бюджета, амнимуса. Я должна вставить свои пять копеек по поводу принятия этого бюджета на 1,7 трлн. При сегодняшнем Голлс долге, который вырос за два года при администрации Байдена, на 10 трлн. В 2020 году, когда Трамп уходил, он был 23 трлн. Сейчас он достигает 34 трлн. долларов. Почему я решила всё-таки вставить свои пять копеек, несмотря на то, что об этом много говорили? Потому что, понимаете, всё, что я слышала и читала, конечно, в этом во всём есть здравый смысл. Но вот что меня не покидает, как мысль о том, что об этом нужно, наверное, ещё сказать. Что все разговоры о том, что вкинули вот этот план бюджета в последнюю минуту, что у республиканцев не было времени его просмотреть, 4 тысячи страниц и так далее, да, два дня до голосования, это всё не совсем правда. Если вы помните, я делала видео ещё, мне кажется, в конце ноября, да, когда выяснилось, что будет республиканское большинство в Конгрессе, и говорила о том, что идут обсуждения вот этого готовящегося амнибуса, билла, бюджета на 2023 фискальный год, и уже тогда говорила о том, сколько демократических ништяков туда заложено. Все эти мерзотные затеи по укреплению платформы ЛГБТ расово-гендерным тараканам за предцветание Африки, климатические, так сказать, изменения, укрепление границ Египта, оставляя свои границы открытыми, три миллиона шли на аллею их святыни Мишель Обамы в Джорджии. Я говорила на своём видео об этом, и также упомянула, что у республиканцев есть возможность отложить это голосование под бюджет, перекрыв финансирование работы правительства всего на две недели до 3 января и выйти уже с планом своего бюджета, с учётом всех нужд и предпочтений республиканцев и, конечно, нас, with the people. Так что у республиканцев была возможность. Если я об этом знала, читала, то наверняка у конгрессменов было больше возможностей с планом бюджета ознакомиться, хотя бы частично, и, может быть, детально не было такой возможности всё прочитать, но всё-таки возможность знать о том, что туда заложено, у республиканцев была, и у них была возможность, так сказать, обрушить финансирование DC и отложить голосование. Ничего этого не случилось. Демонисты опять обыграли велотехущих республиканцев. План вот этого бюджета должен был быть представлен в конце сентября, но уверенные в своей непобедимости демоны считали, что успеют его вбросить. Палата, дескать, всё равно за нами останется, так что спешить. Ну, палата, к их большому удивлению, перешла под контроль республиканцев, а вот с планом они таки успели. Республиканцы даже эту выигрышную для них ситуацию использовать в свою пользу не смогли. Вот об этом я хотела как бы поговорить и подчеркнуть. Ну, даже это может быть не так важно, а важно, что именно по-настоящему страшно, что организатор всех поражений республиканцев, главный лузер и, несмотря на это, переизбранный ещё на один срок лидер уже сенатского меньшинства по его же вине, Митч МакКоннелл предал даже не партию, а весь американский народ, призвав своих овец, проголосовать фактически за демократический бюджет, который не удалось протащить ни один по-настоящему республиканский приоритет, ну, кроме денег на армию. Но никаких денег на защиту границ отбить, туда внести не удалось. Значит, по борьбе с инфляцией тоже никаких особых изменений. А также остались в неприкосновенности те немалые деньги на 87 тысяч вооружённых фискальщиков от АРС, которые будут, так сказать, проверять наши карманы. Главным козырем, ради которого нужно было голосовать с демократами, Штрекбрехер Митч назвал помощь Украине. Сколько там пойдёт на Украину, мы приблизительно уже знаем по предыдущим траншам. Ленд-лиз, как мы знаем, до сих пор не идёт. А вот деньги распиливать – это вам пожалуйста. И Митч Матконнелл в этом первый. В кулуарах, между прочим, слушал на Fox News, сенаторы об этом говорили, что Митч Матконнелл просто подстёгивал их голосовать, приводя вот такую простую причину. Дескать, сегодня ещё погода нормальная, а завтра похолодание, будут снежные заносы. А всем хотелось, конечно же, побыстрее домой и отмечать Крисмос. Вот такие причины у тех людей, которым мы платим деньги за их работу. Как можно было оставить ренегата Митча во главе Сената, который уже, как я говорила, уже стал сенатским меньшинством – это загадка. Ну, может быть, просто он устраивает тех, кто за него голосует, или подбрасывает им деньжат, как Лиз Мурковский, чтобы она победила. И они ничем по своим приоритетам от большинства так называемых сенаторов-республиканцев ни он, ни они не отличаются. То есть приоритеты у них те же, и они очень похожи на приоритеты демократической партии. Ну, надо слову сказать, что такие сенаторы, как Рент Пол, Рон Джонсон, Рик Скотт, Майк Браун выступили против законопроекта во время пресс-конференции, утверждая, что у них было недостаточно времени, ну, как я уже говорила, ну, тут, можно сказать, где-то немножко они лукавили для прочтения законопроекта, и заявив, что законодательство было принято поспешно. Ну, их даже слушать не стали. По процедуре, вот, за бюджет сначала голосуют в Сенате, а потом он уже переходит на голосование в Конгресс. Поэтому все преимущество и возможность забанить этот пил было, потому что на тот момент, вы знаете, что большинство, ну, там не было большинства, оно было 50 на 50, и могли еще присоединиться Манчин и Сенема, как они делали раньше, в вопросах разбазаривания денег, они как бы иногда вставали на сторону республиканцев. Ну, вот, видите, как надо было, конечно, завершить сессию и обрушить бюджет, и тогда бы голосование по 4155-страничному законодательству было перенесено на январь. Но, опять же, не сложилось, потому что сенаторам, я подчеркиваю, именно сенаторам, которые первые голосовали, наши ничтожные жизни вовсе не важны. Окончательное голосование по законопроекту прошло со счетом, внимание, 68 на 29. Да, к 50 сенаторам-демократам присоединились 18 республиканских сенаторов. Я хочу назвать их имена. Это Рой Блант, Миссури, Джон Бузман, Арканзас, Шелли Мур Капито, Вест-Вирджиния, Сьюзен Каллинс, Мейн, Джон Корнин, Техас, Том Каттон, это вообще неожиданность была для многих, Арканзас, Линси Грэм, не такая уж, он обычно всегда примыкал с Саус-Каролайна, Джим Инхоф, Оклахома, Митч Макконнелл, Кентакки, Джерри Моран, Канзас, Лиза Мурковский, Аляска, Роберт Портман, Агайо, Петро Умни, Юта, Майк Раунс, Саус-Дакота, Ричард Шелби, Алабама, Джон Тун, Саус-Дакота, Роджер Уикер, Мизури и Тодд Янг, Индиана. Трое республиканцев вообще не голосовали. Это Джон Барасса из Вайоминга, Ричард Бур из Северной Каролины и Кевин Крамер из Северной Дакоты. Эти сенаторы предпочли вообще не голосовать. Ну вот когда мы осуждаем демонистов, с ними все ясно. Соцрадикализм у них проник и там представлено очень широко. И с этими радикалами нам всем не по пути. Но как быть с однопартийцами? С теми, кого мы избрали, нас представлять? Кто, по идее, должен исповедовать наши ценности? С теми, от кого мы ждем спокойствия наших границ, экономического процветания нашей страны и светлого будущего для наших детей? Если они забывают о нас сразу после окончания выборов, если не держат своих предвыборных обещаний, что делать нам, избирателям? Вдумайтесь, из 50 сенаторов 29 проголосовали против бюджета, 18 за и трое воздержались. При таком ренегате, как МИЧ, совсем не важно теперь количество сенаторов, что 50, что 49, результат оказывается плачевно одинаков. Ну, еще немножко про целевые статьи пакета. Вы о многом знаете, но так немножко перечислю. Это не менее 575 миллионов долларов на планирование семьи и репродуктивное здоровье, в том числе в районах, где росту населения угрожает биоразнообразие. То есть мы, мы человеки, угрожаем развитию животных и флоры и фауны. Создание некого царя пандемии. Мы скоро услышим о том, что опять нам что-то грозит и на это выделено не больше не менее несколько миллионов. 1.2 миллиона долларов на центры поддержки студентов ЛГБТК. Это в округе Сан-Диего 3 миллиона для партнерского проекта Нью-Йоркского исторического общества Американский музей ЛГБТ. В общем, как ни крути, 22 декабря это день, когда голосовали в Сенате. Это еще один позорнейший день в истории республиканской партии. И когда 18 республиканцев Сената проголосовали за принятие вот этого раздутого амнибуса. А вот 23-го, днем позднее, амнибус распила, был одобрен и в Конгрессе, где до конца декабря все-таки царило демонистическое большинство, но при этом к ним еще прибавились 9 Райнос наших республиканцев, конгрессменов, которые проголосовали вместе с демократами. Их имена мы тоже должны запомнить. Это, конечно, Лиз Чейни, Родни Дэвис из Иллинойса, Брайан Фитцпатрик Пенсильвания, Джейми Херера Бютлер Вашингтон, Крис Джейкобс Нью-Йорк, Джон Катко Нью-Йорк, Адам Кинзингер Иллинойс, Фред Аптон Мичиган и Стив Вомак Арканзас. Ну, троих Райнос уже, слава богу, не будет. Это Лиз Чейни, Кинзингер Плакса и Нью-Йоркский демона-поклонник Джон Катко уходят, кто добровольно, кто добровольно, принудительно. Ну, это бодрит, но шестеро все же остаются. Очень правильно сказала о произошедшем Марджери Тейлор Грин. Амнибус, содержащий более трех тысяч пунктов на демоновские ништяки, расово-гендерные и климатерические, в котором три миллиона пойдут на очищенный от пчел скоростные дороги, а 212 на продолжение преследования участников ралли 6 января 2020 года пошли за МакКоннеллом, хотя было так просто перекрыть на две недели работу правительства, получить 40 голосов для Филибастера и предотвратить принятие этого варварского бюджета. Если в Конгрессе только 4% проголосовали с демократами, то в Сенате таких оказалось 36%. Расклад ясен. Такой Сенат нам не нужен. Запомните их имена конгрессменов и сенаторов, проверьте, когда они будут переизбираться в ваших штатах и доведите эту информацию до всех жителей вашего штата. Эти сенаторы и конгрессмены не должны продлить свои полномочия на еще один срок, выседая в удобных креслах, получая нехилые зарплаты и бенефиты за ваш счет. Они, возможно, считают уже себя небожителями, неприкасаемыми, видимо, не раз предавали своих избирателей и тем не менее переизбирались. Этому надо положить конец. Так не должно продолжаться вечно. Пожалуйста, будьте более активны. Это в нашей власти ограничить их власть. Начать уже сегодня забрасывать их звонками и письмами, чтобы ко дню их переизбрания у них уже земля горела под ногами и не было шансов остаться у руля и дальше преследовать свои интересы, набивая карманы баблом, оставляя избирателей все туже затягивать пояса. Лучший способ от них избавиться это, конечно, как предлагал Трамп, утвердить term limits, то есть ограничение по количеству лет пребывания у власти. Но пока это лишь несбыточная мечта и мы должны действовать на опережение. смогли же мы вопреки убежденным своей непобедимости демократов массово выйдя на голосование помочь республиканцам получить большинство в конгрессе. Это произошло только благодаря We the people, которые массово вышли голосовать за республиканцев. Это заслуга нас, нас, республиканцев, поддерживающих республиканскую партию, а никак не трех маков МакКоннелла, МакКарти и МакДэниелс. Это руководитель Республиканского национального комитета. От всех этих троих хорошо было бы избавиться. Раз мы смогли привести к победе большинство в конгрессе, значит и новая задача нам по плечу уже сегодня узнать кто вот из этих людей, которых я озвучила, и когда в вашем штате идет на переголосование и узнать всех, кто представляет ваш штат, следить за тем, как они голосуют, следить за тем, кто поддержал этот обнимус и сделать все, чтобы к следующим выборам, когда те же слоголосые будут зазывать вас, делать на них донейшнс и голосовать вместе незаслуженной поддержки, чтобы они получили заслуженный отлуп. То, что эти люди сделали, я имею ввиду и демократы, и республиканцы, которые голосовали за принятие вот этого жуткого абсолютно бюджета амнимус. Это преступление против собственного народа. Это предательство по отношению к тем, чьи интересы они должны представлять. В своей группе «Мои пять копеек» я обязательно выложу отдельным постом имена всех коллаборационистов 18 сенаторов и 9 конгрессменов Райнос, чтобы не забыть до следующих их перевыборов. Ну, что нам ждать от республиканского конгресса, мы в ближайшем будущем увидим, и я постараюсь тоже об этом рассказать, у них большие планы, а вот абсолютно точно могу сказать, что такой сенат, как он сейчас, нам не нужен. Друзья, каждый день мы выходим в эфир, чтобы держать руку на пульсе политических событий. Нас всех пытаются лишить этой возможности, блокируя наши каналы, используя теневые баны, не давая продвигать и монетизировать наш контент. В этой ситуации наше существование зависит только от вас. Отправьте финансовую помощь нашему каналу через PayPal или Zelle. Также можете использовать SuperChat и подписывайтесь на наш канал в YouTube. Давайте вместе бороться за наше будущее. Субтитры Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok